эй привет всем смотрящим это до воды мы сейчас находимся в маму не на арбате и сегодня у нас будет довольно таки интересный обзор наконец-то не российского производителя блять которых просто тьма тьмой да а европейского точно не помню чешский чешский кальян гидроген с моделью оксиген в принципе нихуево да так звучит это маленький компактный кальян выполнен в очень необычном стиле а-ля банка кальян бутылка кальян и стоит он 150 евро в полном комплекте это у нас уже вторая вроде версия уже улучшенная с рестайлингом и со всем остальным давайте собственно посмотрим и разберемся что с ним не так а я покурил его довольно таки долго почти с конца одессовского фестиваля и он у меня так знатно как шлюха потрепался я думал что такого не произойдет почему потому что кальян вроде бы походный да и он должен выдерживать реальные такие условия суровые так вот у нас есть вот такой вот мешок мешок сумка я помню у меня такой в школе был я в нем сменку таскал внутри этого мешка у нас есть сам кальян его сразу вытащим видите уже присобачилась да сам кальян выглядит он вот так вот у него есть коннектор у него есть порт то есть есть клапан продува в первой версии клапана продува не было но здесь есть клапан но первая версия была лучше и чуть попозже я расскажу чем далее основание они тоже переделали по чашку и сделали почти его максимально популяризировано на то чтобы любая чашка подходила под собственно их коннектор это больше похоже знаете когда европейцы приезжают на чемпионат мира и вот у этого европейца самый такой максимально универсальный хуй что хватает на всех баб любая баба может комфортно на него сесть на эту ситуацию это похоже так внутри у нас обычное пространство в которой есть магнит начале я думал что магнит как-то сделан вот в этой подставочке так сейчас сразу вытащу шланг и вытащу собственно саму подставочку вот такая вот подставка из куска просто металла она дико тяжелая и вот с этой хуйней у меня были дикие проблемы в аэропортах именно из-за нее меня больше всего не пропускали и хотели отобрать я ребятам объяснил в аэропорту что блять а ее никак забрать нельзя не получится с ней тоже есть проблемы и для чего она нужна это не просто подставка да вот так вот чтобы кальян был более так стабилен в первую очередь она играет роль охлаждение то есть суть такая вы берете эту хуйнюшку и засовываете в морозильник там допустим с вечера на день она вы достаете очень холодной вы типа крепите и у вас вода за счет него получается остывает в кальяне на самом деле это хуйня я вроде и так тестировал и так тестировал в принципе разницы никакой нет единственное что она холодная и она начинает просто дико конденсатить и у тебя все вокруг в воде так в этом чехле в этом чехле еще есть маленький такой кармашек для щипцов тут вот такие вот щипцы выполненные в стиле там в их фирменном стиле ладно все с мешком мы разобрались идем дальше в первой модели не было клапана но первая модель была гораздо прочнее и у нее краска от легких прикосновений просто не слетала тут вот так вот задеваешь а все вуаля уже красочка слетела это дикая проблема поэтому проще нахуй сразу наждачка снять с него всю краску эту и спокойно уже на полностью металлическом кальяне курить так мы сейчас все это закрутим есть блюдце я не вообще не понимаю такие кальяны в которых есть вот такое вот блюдце оно в принципе ну нахуй не нужно оно мне кажется больше какой звук больше для какой-то эстетики да но выглядит это крайне 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 непонятно и во первых не стряхнешь иду мне кажется было проще сделать маленькое вот такое блюдце как бы какой-нибудь вот такой формы чтобы коннектор ничего не мешало что касается шланга мы здесь видим всеми любимую европейскую оплетку которая вроде пошла еще со времен хай-тека да кальяна такого когда они свой силиконовый шланг делали в такой оплетке в чем проблема таких оплеток то со временем шланг начинает пачкаться и эта оплетка после того как вы ее окунаете постоянно воду моете в ней скапливается вода и она потом начинает дико вонять а еще есть пару минусов по поводу вот этих всех о рингов они просто держатся на соплюшках то есть да не составляет труда просто взять вот так и вытащить скорее всего больше мои заебы либо потому что колян уже реально немного подрачился но учитывая что он так сильно задрачился за два три месяца то это очень плохо коннектор у нас тоже на о рингах и здесь как бы держится все хорошо по тяге она не легкая не воздушная и будет куда пищи чем твой разъебаный долбаный эми да видите она вот тут спадает так что еще рассказать по поводу курения курица он идеально то есть реально на нем можно вообще повседневно курить но его цена в 150 евро плюс еще доставка немного отпугивает если бы он стоил допустим бы 100 долларов да и продавался бы напрямую в россии были бы дистрибьютора то этому кальяну не было бы цены также внутри у меня уже появляется налет который я специально не мыл чтобы посмотреть что с ним произойдет внутри он не ржавеет но налет на нем сильно собирается нижняя подставка она ржавеет то есть из-за того что ты постоянно снимаешь одеваешь происходит маленький конфликтик и красочка с нашего основания слетает и начинает ржаветь собственно даже вот здесь вот можно посмотреть здесь тоже это остается блять ржавчина ну и соответственно он весь просто дико запоцанный сейчас мы поставим на него чашечку и попробуем его уже оскурить и посмотрим как собственно это курится тащи чашку тащи блять чашку я тебе сказал да ну господин тащи блять чашку так я сходил быстренько забил чашечку и сейчас будем собственно она уже раскуренная уже прогрета и начнем собственно взрывать реально если просунуть шланг просто через дверь да как любят такую порнушку снимать когда в туалете со стены торчит хуй да то ты в принципе и не поймешь с какого кальяна ты куришь с этого малыша либо с большого допустим того же РФ потяги ничем не уступает что касается продувки я вот не могу сказать здесь полностью продувается колба или нет но задуть его крайне сложно потому что здесь очень большой в сечении диаметр клапана большой шарик легенький и собственно тут нечем даже и выдуваться то есть форма не сложная он идет в разных комплектациях в том числе то есть не в плане разных комплектациях а в разных цветах есть белый который мне кажется через пять дней будет просто цветом не знаю желтый выгоревший расцарапанный кальян вот в чем проблема мне кажется проще может мне вот так двигаться как нет я вижу краску ой клей очень много клея а я тебе же клей через него нюхал ну если подводить итоги да то можно сказать что кальян в принципе хороший он 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 пиздат и выглядит он пиздат и логотип сделан тоже нехуево единственный по минусам курицам тоже нехуево по минусам краска магнит, но без магнита он неустойчив. То есть без магнита вот этого, без нижнего основания, его легко вот так вот перевернуть. Блюдце сделать как-то более оккультуренный, не знаю. Ну, мое личное мнение. Клапан шикарный. А вот эти штучки, они из нержи. Сама бутылка из алюминия. Придет ли ей пиздец от нашей русской воды, непонятно. Но в Европе, возможно, таких налетов нет. А еще, мне кажется, он где-то сифонит. А, не, мне показалось. В принципе, на этом, думаю, все. Это Колян Гидроген с моделью Оксиген. Цена 150 евро. Где купить, не знаю. Поэтому это не реклама. Всем пока. Это Мамуни Арбат. А это реклама.